Мы продолжаем небольшие моменты, связанные с месяцем Адар и с заповедями особыми в Адаре. Краткое напоминание. Мы сказали, что у нас есть четыре особых шаббата. Такие четыре. Шкалим, который делается или в Рошходыш, если шаббат выпадает на Рошходыш, или перед этим. Следующее. Захор, который выпадает всегда на шаббат перед Пуримом. То есть они могут быть два шаббата подряд, могут быть через шаббат. Захор всегда перед Пуримом. А шкалим? А, или Рошходыш. Или Рошходыш, или перед Рошходышем. То есть если Рошходыш, то тогда это два шаббата подряд. Первое число и восьмое число. Но если это не шаббат, то в таком случае получается, что перед Рошходышем есть шкалим, Рошходыш, потом шаббат без особых чтений, и потом шаббат за хор. После Пурима, Парадума, и перед Рошходыш Ниссан, Ахходыш. Ахходыш? Ахходыш. Ахходыш Азеллахэм, Рошходышем, этот месяц вам будет главой месяца. Перед Ниссаном, да? Перед Ниссаном. И когда мы говорим, естественно, про Адар, то мы обязаны упоминать седьмое Адара. Адара. И мне это важно именно во второй Ниссан. Именно тот Адар, который выпадает перед Ниссаном, извините. Седьмое Адара. А, седьмое Адара. И... Это на Захар? Седьмое Адара, это не шаббат, это седьмое Адара. Это день рождения Мушер Абейна. И день рождения, день смерти, извиняюсь. И когда мы говорим про Пурим, то мы говорим, у нас есть Пурим 14-го, Шушан Пурим 15-го, Таанит Эстер 13-го. Если мы захотим, можем увидеть в Мишне, что, в принципе, в деревнях могли читать... Жители деревень, которые пришли в города, могли читать с 11-го по 15-е. Так пишет Мишна. Есть мнение Валахи, который говорит, что с Рушходыша мы сейчас это трогать не будем. Тем более, что сегодня никто этого не делает. Сына? Когда мы говорим про особые заповеди, какие у нас есть особые заповеди в месяце. Я извиняюсь, я сейчас еще раз делаю такое своего рода подведение, у нас времени мало, поэтому... Прагадар? Прагадар. Прежде всего, когда мы говорим про чтение Захор, это практически по всем мнениям Дорайта. Заповедь Дорайта. Когда мы в любой шаббат приходим и слушаем чтение Тор, это заповедь Дорабанан. Когда мы читаем Тору в Йомшини, в Йомхамиши, это заповедь Дорабанан. В праздник в Рушходыш, это заповедь Дорабанан. Почему Дорабанан? Дорабанан. Потому что это вместо Корбанод, который Дорабанан, чтение, у меня нет заповеди. Здесь у меня заповедь Захор. Помни, читая. Именно из-за того, что мне написано помни, читая, то я говорю, это чтение, которое является заповедью Дорабананан. Есть многие, которые говорят про Параадума, что это тоже заповедь Дорабананан. А Параадума, когда у нас? Шаббат после Пурима. И кроме этого, у нас есть много заповедей Дорабанан. Все это? Пост заповедь Дорабананан. Все должны поститься. 13-го, да? Постишься? Да. Тот, кто не болеет, тот, кто болеет, поститься не должен, ему нельзя поститься. С Минхей или Добрей? 13-го числа с рассвета до выхода звезд. Как называть этот пост или никак? Пост истер. Пост истер. Да, нет истер. Он раз в сух идет, правильно? Нет. Меньше? Больше. Чуть-чуть больше. 13-го. Окей. Все равно? Мы уже все-таки не зимой. Зимой 10-й ТВ-то, он меньше 12-ти часов. Бессендер. Но мы уже почти в детстве, поэтому больше. У нас есть 4 заповеди. Мем. 4 мем. 4 мем. Мигелар. Мигелар и стер, которые мы читаем сколько раз? 2 раза. Вечером и втром. Вы читаете 2 раза, а я читаю 4. Почему вы читаете? Вы за кого-то читаете? Нет. Потому что в Шило, житель Шило улыбается, мы из Софека делаем и тот, и другой день, и 14-го, и 15-го. Все заповеди делаем в двойном объеме. Нет стены? Стена есть, ее можно пойти посмотреть на раскопках, правда? Кнанийская стена. С чего вы за Софека делаете? Потому что в Гумаре не фигурирует это, и изначально решили, что есть Софек, тогда еще стену не видели. И на данный момент пока что не сделали изменения, потому что это изменение, которое повлияет сразу не только на Шило. Потому что если Шило начнет делать 15-го, то это значит, что Ильи, по крайней мере, Геватет, Ильи, да и сам Ильи тоже, должен начинать делать тоже 15-го, а не делать только 14-го. Геват-Арели, Геват-Аруэ, должны тоже начать делать 15-го. Швут-Рахель тоже, Малели-Вона тоже, потому что у нас есть такое понятие, Самух-Венере. Близкое и видящее. Что такое близкое? До километра. Близкое попадает разве что высотка номер 9 Ильи и Геват-Арель. Но те, которые видят, это намного больше. И туда попадают почти все поселения этого блока. Поэтому это повлияет на очень многих, и пока еще это решение принято не было. Да? Когда мы даем пол шекеля? 15-го? Пол шекеля мы даем в Минху Таанит-Эстер. 15-го. Или стоимость пол шекеля, или три раза пол шекеля. Да, да, да. Чтобы не путаться, еще раз повторяю, или стоимость серебряного половины шекеля, или три половины шекеля. Можно и так, и так совместить. Нет, и так, и так, но не три стоимости половины шекеля. Такого совмещения не бывает. Пытались в прошлый раз некоторые. Месена? Да. Мегила мы делаем вечером и утром. Там Амалек упоминается? Да. Нет. Вечером. Амалек упоминается? Его потомок? Амалек там не упоминается. Его потомок там упоминается. Пусть это? После этого... Матноты в юни. Мишнее у нас потом читает. Матноты в юни. С утра мы снова читаем мегилу. И после мегилы мы читаем... Даём. Матноты в юни. Им желательно подготовиться и сделать это, не отходя от кассы. Прямо в синагоге вы помолились. После этого вы подходите к Габаю Дздаки. Дздаки, Равдане один из них. И спокойно даёте на бедных. Все равно? Бедных кварталов обычно. Или бедных городов, бедных поселений. Но в большом городе это даётся именно... Стараются дать именно бедным того же квартала. После этого... Если вы приготовили заранее хорошо, если нет, то можете сразу приготовить и дать Мишлох Манот. Перед тем, как вы занимаетесь собой... Мишлох Манот. Да, Мишлох Манот. А другу? Другу. Сколько блюд? Тоже две? Минимум одна. Не зря я повторяю. В прошлый раз всё это сказал, но приходится повторять. Мы сказали, Матноты в юни. Это я даю минимум двоим. И с точки зрения стоимости мы сказали то, что у меня уходит на рядовую трапезу. Не если я один раз в месяц решил шикануть, или один раз в год. И мне говорят, ну ты же ходил в ресторан? Я говорю, ходил. И сколько ты заплатил? А, ты столько заплатил? Значит, сейчас добр выкладывай в двойном объёме. Нет. То, что мы сказали, человек иногда решил покушать. Пусть даже он это не делает каждый день, но он решил покушать. Значит, это то, что плюс-минус мы говорим умножить на два. Мишлоах, Манод, это Мишлоах, единственное число. Одному человеку Манод минимум два блюда. А одному человеку минимум два блюда, можешь хоть двадцать два. Есть обязательно, чтобы это было уже пригодно для еды. Ты не можешь дать кусок сырого мяса и кулек сырой картошки. И сказать, пожарим. Готовый чипс дать ему и фалафель, да? Да, и чипс, и фалафель, да, и мясо, и гарнир, мясо, и салат. Лучше дать еду, а не сладости. В качестве одного из блюд вполне может идти вино или натуральный сок, без проблем. Может быть даже и не натуральный, потому что мы его все равно используем как сок. Одно блюдо это мясо и рис, или одно блюдо это одно? Это мясо и рис. Это одно блюдо? Нет, это два блюда. То есть мясо рис дал, вышел? Да. А рис дал сок и мясо вышел, да? Да. Или рыбу. Пиво и таранку. Это не еда. А? Это не еда. Это удовольствие. Это как колыча. А кто сказал? А, нет. То есть это же не еда. Это одно полча. Пиво и таранка это не еда. М? Пиво и таранка это не еда. Почему? Потому что таранка не насыщает как еда. Можно дать семечки и соль. Смотря сколько съесть. Все равно, Равляк, это не еда. Соль в любом случае это не еда, а приправа. Извини, тут я... Мы уже говорили по поводу соли, перца и так далее. Мы в качестве еды их не едим. Мы называем едой то, что действительно насыщает человек. Не обязательно. Дети будут давать конфету и вафлю или шоколадку. Поэтому у меня дома выходит в Пурим за сотню мишлухейманот. Потому что каждый приготовит и не по минимуму. И в итоге получается очень даже много. Но многие из них, детские, они будут очень простыми и не совсем еда. Это тоже правда. И только после этого мы доходим до... Миште. 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 Пить. Обязательно. Нет. Если есть проблемы. Пить. Чуть-чуть можно. Нужно. Если можно. То же самое, что я сказал. Паститься нужно всем. В смысле желательно. Это обязанность. Какое желательно. Если ты больной, то тебе нельзя. То же самое человек. Если он понимает, что с точки зрения выпивки он себя определяет как больной. Потому что ему будет удар ниже пояса и он может сломаться. То в таком случае он пить не будет ни капли. С точки зрения того, что он по отношению к этой заповеди как больной. А если человек, допустим, зависим, он как бы уже... Тем более. То есть нельзя. Тем более. Он что делает? Он больной. Виноградный сок? Да. У меня дети радуются виноградному соку. Я им наливаю капельку вина. Виноват. Надеюсь, что это не будет использовано против меня как обвинение в суде. Я им наливаю 6-градусный газированный мускат. Значит, с такого опьянеть даже ребенок не может. Тем более, что я это все равно наливаю чуть-чуть. Но сок я им наливаю. Кстати, я думаю, я не знаю насчет там кодированный, не кодированный. Не очень в этом разбираюсь. Я думаю, что если человек выпьет 10 грамм 6-градусного муската, я не думаю, что из-за этого он сорвется. Но если он считает, что он сорвется, значит, ему нельзя. Мне нормально в бутылке. Бутылка спирта? Понятно? Да. То есть не сильно опьянечен. Вот после 2-го, то вы говорите, что он опьянечен. Вино. Есть вино, есть вино. Без проблем. В принципе, на этом мы сегодняшний повторно вводный урок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»